Патрик Суэйзи – человек, который навсегда вписал свое имя в историю мирового кинематографа и хореографии. И именно поэтому зрителей всегда интересовало, как же складывался его путь к успеху и славе, и какими были его последние годы. Итак, Патрик Суэйзи. Будущая голливудская звезда появился на свет в 1952 году в городе Хьюстоне. Отец Патрика работал инженером, а мама была довольно известным в Штатах хореографом. И именно она привела сыну ту самую любовь к танцам, которую он пронес по всей своей жизни. Его первое появление на сцене состоялось в бродвейском мюзикле под названием «Бриллиантин». В кинематографе же Суэйзи принес фильм под названием «Грязные танцы». Именно после этого проекта режиссеры наперебой стали предлагать Суэйзи новые роли, а он, в свою очередь, теперь мог выбирать. Что до личной жизни, то всю свою жизнь Патрик Суэйзи был влюблен в Лизу Ниеми. Они познакомились, когда ей было всего 15, а ему 18. Так как Лиза также балерина и танцовщица, они частенько вместе появлялись в различных музыкальных проектах. Но, несмотря на безграничную любовь, в их личной жизни было не все так гладко. Помимо того, что у пары не было детей, также Суэйзи страдал алкогольной зависимостью. И именно Лиза помогла ему выкарабкаться и начать все сначала. Но в 2008 году жизнь вновь наносит удар в виде онкологического заболевания Патрика. И Лиза, и врачи делали все возможное, чтобы хоть как-то продлить жизнь Суэйзи. Но, к сожалению, оказались бессильны. Из-за болезни Патрику пришлось сидеть на жидкой диете, ввиду чего он очень сильно похудел. А воспаление легких, которым он заболел в 2009 году, только ускорило события. Пара прожила вместе 34 года. Сейчас, по прошествии уже многих лет после его кончины, его по-прежнему любят и помнят многие зрители во всем мире. И, как сказала Дженнифер Грей, Патрик навсегда останется бесстрашным ковбоем с прекрасным и сильным сердцем. Если вы досмотрели наш ролик до конца, не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев по поводу Патрика Суэйзи и его творчества.